всем дару народ с вами варчик в этом видео я вам расскажу свое мнение и впечатление от прохождения всех заданий escape from tarko суть которых дойти до задания коллекционер в котором нужно найти очень много редких различных штучек дрючек по всей игре после чего ты получишь большой контейнер каппа в которой соответственно много чего влазит по сути это подсумок самые здоровенные в игре соответственно каждый рейд ты сможешь больше вещей и ресурсов оставлять в безопасности казалось бы круто и офигенно и многие стремятся его получить чтобы что каждый сам для себя придумывает зачем и по мере прохождения всех заданий во мне накопилось две огромные темы первое это для чего эти все задания второе это что в них не так и так для чего все эти задания лично для меня после прохождения всех заданий я их расценил как обучение вот такое вот большое обучение всей игре всем механикам картам всем тонкостям хитростям и по сути когда ты все задания проходишь ты обучаешься всему что есть в игре как играть на всех картах в игре где у них выходы как ими пользоваться как они работают различные механики все оружие практически в игре ты перепробуешь ночные рейды дневные всех боссов поубиваешь в общем ты узнаешь все что есть в игре и после того как ты это пройдешь ты начнешь уже разбираться поначалу горит жопа нереально от всего кажется что каждое задание самое конченное практически любое задание тебе дают она тебя бесит и раздражает по одной простой причине поначалу ты не знаешь как его делать у тебя не может не получаться от этого и пригорает потому что пока у тебя не получается ты можешь умирать терять лут и так далее но когда ты уже понял как проходить чему-то научился что-то осознал как она работает и как этим пользоваться жопа перестает гореть и задание начинает выполняться быстрее да в игре конечно же присутствуют различные неприятные вещи поскольку это бета и в ней много чего не доделано и потихоньку делается вроде как но сверху если наложить на недоделанную игру задания сложные плюс еще ты не знаешь как делать и ты паришься пока их выполняешь еще и ошибаешься вот в эти моменты и горит жопа плюс ты теряешь лут умираешь когда это происходит деньги у тебя заканчиваться 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 и становится вообще туговато самое главное в этом деле эта информация нужно как можно больше получить информации перед тем как начинать за выполнять задание так вот чтобы получить много информации нужно найти правильные сайты почитать на них все впитать в себя информацию идти делать задание так намного легче потому что ты уже подготовился теоретически осталось воплотить это в практике если самому делать задание вообще не подглядывая ни на какие сайты ничего вообще не не вникая не запоминая не изучая я вообще не представляю как эти задания сделать просто так вот самому зашел в игру и поехал делать да рано или поздно ты их выполнишь скорее поздно поскольку в игре особо никакой информации нет где там какие выходы пока изучишь карты механики где появляются боссы откуда куда они там ходят как их найти где у босса там свита как их лучше убивать где их лучше убивать с какого расстояния с какого оружия много у них хп мало бронированные не бронированные чем их убивать какие у них сильные стороны слабые пока все это изучишь сам пройдет куча времени ты сделаешь миллиард ошибок и это растянется на просто бесконечное количество времени поэтому вики тарков плюс тарков help это два сайта при помощи которых удобно выполнять задание поскольку ты во первых знаешь всю информацию по заданию что в нем нужно и можешь прочитать какие-то особенности как его выполнять то есть ты уже подготовленный идешь выполнять задание и тогда эти задания постепенно хотя бы выполняются если ты вообще первый раз и делаешь конечно когда ты уже их прошел каждый следующий раз после вайпа ты уже разгоняешься и просто летишь по заданиям но первый раз все дается туговато но так или иначе для меня лично это большое обучение как играть в escape from тарков поскольку я попробовал карты на которых особо не хотелось играть и мне даже понравился резерву не понравилось только то что там много читаков карта прикольно но играть ее грубо говоря практически невозможно когда тебя чел начинает стрелять еще до того как ты выходил из-за стены при том что перед ним кусты и по сути он стреляет через кусты и стены это конечно не очень то же самое это карта лаборатория половину к так сколько я туда заходил чтобы выполнять задание меня убивали читаки и стреляя тоже по стенам меня один раз чел убил просто через стены думаю но раз иду задание выполнять хочу побыстрее надеваю алтын броню получше автомат сидел там полчаса собирал выхожу в катку 20 метров прохожу буквально за соседний поворот захожу чел мне по стене просто убивает просто между мной ним стены а я умираю какого черта такого я вообще не видел ни на одной карте может быть и лаба прикольная карта но ее я даже попробовать не могу если резерве хотя бы немного попробовал поиграл то на лабе вообще даже толком дойти никуда не могу я просто на износ шел но убой и просто накатывая количество каток она выполнилась то там по сути задание не слишком какие-то глобальные большие не сильно много по понадобилось каток чтобы пройти их на лабе но мне пришлось туда пойти хорошо что по какому-то заданию мне дали пачку лаб карточек я по сути бесплатно туда походил но шмотки этом просрал все из вещей которые мне вообще не понравились и я не понял проходя задание это в одном из заданий нужно убивать свиту босса решала там нужно убивать ботов форме а и так вот эти самые боты форме а и кидают какие-то самонаводящиеся гранаты куда попало все время меня взрывают это я не понял вообще то что их нужно убивать где они находятся как они ходят это все понятно но по сути это задание выполняется только при одном условии перед тобой должен пробежать какой-то подсадной кабанчик который соберет своей жопой все гранаты а потом приходишь ты и просто убиваешь этих самых свиту босса при этом кто-то должен так жестко пробежать что прям разбить их ряд потому что они прям строим каким-то ходит за ручку взялись и рядышком идут кто-то должен их прям разбить чтоб они рассосались немного по выкидывали свои гранаты и тогда спокойно приходишь убиваешь по поводу задания убивать на 100 метров голову на самом деле оно не такое уж и сложное если ты опять же подготовился теоретически теоретически ты просто приходишь в нужное место о котором узнал на сайте садишься ложишься и смотришь вперед ждешь когда кто-то подставится просто дело времени задание сложное на терпение ну всякие там ночные задания это понятно ходишь с пнв и убиваешь с дробовиком я тоже не ощутил что это сложно мне даже понравилась дробаша я прям кайфану мне вот почему-то с дробовика нравится бахать прям в рылище шопа над летала нафиг это по кайфу в целом все задания более-менее прикольные обучающие разнообразные но в целом видно что еще и игра и задание недоделанные местами а некоторые карты из-за читаков просто по сути не играбельные хотя сами по себе когда начинаешь на них играть они интересны на них прикольно играть но все до первого читака а потом идешь опять опять читак и ну его в пень да ты кидаешь эти репорты им шоу вот он возможно он читер тыры пыры но ты уже сдох потерял лут и так далее и задание не выполнил идешь заново его его выполнять короче местами это все разочаровывают я так кайфанул на резерве когда развалил всю свиту глухаря и самого глухаря а потом просто после этого тебя убивает читак через все укрытия стены и кусты нафиг такое надо ты только что кайфовал ты прям выполнил задание все сделал четко офигенно пришел в нужное место где его удобнее всего убивать подловил его в этом месте убил все сделал просто шикарно по теоретической части все идеально сделал теорию воплотил в практику и тут здрасте кайф сразу обрывается но опять же по сути это весь контент в таркове все я прошел задание мне осталось только одно кресало я даже вообще забыл что она вообще существует в игре оказывается она мне надо чтобы вот доделать последнее задание получить контейнер и все по сути мне вообще на контейнер пофигу у меня и так большая коробка без него сам кайф был выполнить задание научиться игре в тарков грубо говоря и по сути я их проходил эти задания потому что а чё еще делать в игре ведь в ней больше никаких челленджей нет в ней вот есть задание и все можно еще убежище достроить но для этого надо просто ходить в рейды фармить нафармишь бабки отстроишь убежище то есть это просто дело времени можно бегать на фраге играть пытаться много убивать фармить бабки по сути все ну и карты меняешь просто какая-то нравится или какую ты хочешь поиграть все больше в игре ничего как бы нет она больше тебя сама никак развлекать не будет она вот стоит на месте и как ты сам в ней будешь себя развлекать так тебе и будет весело или нет да в ней есть карты как контент в ней есть боты в есть боссы есть куча лута и есть чвкшники бегающие и вот и с ними сам как хочешь так и взаимодействуй после прохождения всех заданий игра тебя больше за ручку никуда не поведет и не скажет что вот здесь что-нибудь повыполняю вон там чё-нибудь повыполняй все чё хочешь то и делай после того как я найду крисала получу эту коробку еще поиграя какое-то время еще сделаю видос про тарков который примерно будет наверное называться как у меня получилось самому поразвлекать себя в таркове когда игра уже все не может мне ничего предложить в качестве там челленджи задание и так далее на фоне на немножко нарезал моментов которые не вошли в стримы их там не сильно много но чё было практически все задания прошел на стримах можете посмотреть с вами был варчик играть красиво всем пока